В Муравленковскую госавтоинспекцию нагрянули с проверкой. Ее проводят сотрудники окружного управления ГАИ. А накануне в рамках этого мероприятия состоялся прием граждан по личным вопросам с участием заместителя начальника отдела надзора УГИБДД Ямала Владимира Федосеева. С какими вопросами обращались муравленковцы и как оценивают дорожную ситуацию полицейские, расскажет Эрнест Бавшин. В 2012 году количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось более чем на 8%. Число травмированных также возросло почти на 10%. Несмотря на это, согласно статистике, количество погибших снижено. Рост ДТП в целом отмечен в семи муниципалитетах округа. С начала этого года на дорогах Ямала в ДТП погибли 12 человек, 127 травмированы. Ситуация на дорогах оценивается как напряженная. Основные нарушения у нас по аварийности являются превышение скоростного режима, несоответствия скорости конкретных условий движения. Пьяные, наезды на пешеходах очень много. Наиболее эффективными мерами по предотвращению ДТП, по словам госавтоинспектора, являются комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В настоящее время в округе установлено 17 стационарных приборов, работающих в автоматическом режиме. Где стационарные комплексы у нас стоят, там заметно, соответственно, до того, как были они установлены, там наблюдаются места констрации ДТП, фактически сейчас в этих местах мест констрации ДТП нет. Также на вооружении госавтоинспекции есть мобильные комплексы, которые периодически выставляются также в очагах аварийности, потенциально аварийно-опасных участках. Ну, они, как правило, стоят на обочине, смотрят, ну, влияют. Все зависит от дисциплины водителей. Как правило, пока что дисциплина у нас водителей очень находится на низком уровне. Что касается пересмотра штатной численности сотрудников ДПС, то здесь, по словам Федосеева, никаких изменений пока не предвидится. Реформа МВД и была проведена для того, чтобы убрать сотрудников ГАИ с дороги и исключить человеческий фактор в общении между инспектором и водителем. Теперь все просто. Нарушил, зафиксировали, заплатим. Что же касается вопросов, с которыми часто обращаются граждане на личных приемах, то здесь чаще всего всплывают проблемы регистрации транспортных средств. Юрлиц интересует правила перевозки крупногабаритных грузов. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города.